ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это экспериментальное образец. Рад тебя видеть. Как видишь, у меня здесь небольшая проблема. Двигайся в мою сторону. Я сделаю пометку на карте. Сейчас и не скажешь, но вообще-то Сайбан — тихое место. Только летающие платформы до обломки кораблей, оставшиеся от древнего вторжения. Я понятия не имею, что механоидам понадобилось в этих обломках, но буду благодарен, если ты радикально уменьшишь количество агрессивных машин. Пока добираешься до меня. Осторожно. Мои сканеры показывают тяжелый секутер совсем рядом с тобой. Ты уже близко. Я у следующей группы фрагментов больших кораблей. Копался тут тихо, мирно, никого не трогал. Искал кое-какие детали. Эй, я здесь! Не проскочи мимо! Как же я рад тебя видеть в добром здравии и на свободе. Я ведь после ни с кем не общался. В Элинаре сейчас такое творится. Ты себе не представляешь. Мы же всю столицу подняли на уши. Я сижу тихо, стараюсь не отсвечивать. Марку не отвечал. У нас тут все линии прослушиваются. У него все в порядке? Как дела у остальных? Как там Лаэрт? Убиваю двух стоборов одним ударом. Держусь подальше от Флавия и имитирую бурную деятельность. Ну и еще работаю над одним полезным для нас устройством. Я тут наткнулся на записи Флавия. Будем считать, что случайно. В Лаэрте живет частица эфирного тела Таннатоса, бога смерти. И я знаю, как она смогла попасть на Элеон. Незадолго до появления могильщика в районе Вейнеса приземлился корабль Жнецов смерти. Ну как приземлился? Скорее упал. Его подбили. Храмовники. В принципе, в этом событии не было бы ничего необычного. В руках недобитков есть корабли, хотя их очень немного. Только вот траектория полета подбитого судна очень явно намекала на то, что оно прилетело к нам из-за небесного моста. Нет, Храмовники и Анна. Они отслеживали данные, но, конечно, Флавию сразу сообщили. Тот отдал приказ не расстреливать корабль в воздухе в пух и прах, а заставить его приземлиться, чтобы осмотреть после посадки. Что Храмовники и сделали. Не знаю точно, но похоже, что ничего. Путь группы лежал через Вейнес, а там сейчас неспокойно. Они немного опоздали и застали корабль пустым. Все жнецы успели благополучно скрыться среди своих. Детали мозаики складываются. Я уверен, что именно так частица эфирного тела Танатаса и попала на Элеон. Других кораблей из-за небесного моста в то время не прилетало. Так что найдешь этих жнецов, будешь на шаг ближе к тому, кто проводил ритуал. Не разбрасывайся громкими словами. Иначе что ты скажешь, когда узнаешь о том, что я здесь делаю? Зеро помог мне взломать в сервер с закрытыми проектами Флавия. Так вот, наш бог-ученый в прошлом уже пытался собрать устройство для работы с эфирным телом. Оборудование так или иначе потребуется нам для обратного ритуала переноса. Так что, когда вы со всем разберетесь, я буду уже готов. Ну-ну, не перехвали меня. Да и, как видишь, моя работа здесь встала из-за нагрянувших механоидов. Впрочем, надеюсь, что с этой проблемой ты мне подружески поможешь. Сейчас ты встретишься лицом к лицу с секутером призма. Он очень опасен, так что будь осторожнее. По возможности. Что-то блокирует сигналы. Мой сканер теперь бесполезен. Попробуй понять, что это. Источник находится на площадке с обломками. Где-то недалеко от тебя. Ого, обломки старых кораблей подают признаки жизни. Ты смотри, как светится. Но нет, ребята, вы не улетите отсюда, пока я не сниму своих крошек. Все нужные детали. Субтитры сделал DimaTorzok. Я засек сигнал. Механоиды вызывают подкрепление. Нужно отключить передатчик. Если прибудет подмога, на Сайбане станет совсем неуютно. Помехи пропали. Но зато появился незваный гость. Секундр серии оберег около тебя. Сайбан снова тихо безмятежен. Спасибо. Думаю, этой передышки мне хватит для того, чтобы собрать все нужные детали. Поспеши, Вейнес. Тебе нужно отыскать жнецов, которые привезли на Элеон частицу эфирного тела Таратаса. Я скинул тебе координаты корабля жнецов. Давай посмотрим на него поближе. Субтитры сделал DimaTorzok